Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия. По данным управления Роспотребнадзора, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике характеризуется 140 новыми случаями новой выявленной коронавирусной инфекции. В столице нашей Республики выявлено 78 случаев, 11 выявлено в Мирненском районе, по 8 случаев выявлено в Аллан-Галданском и Вамгинском районе, по 6 случаев в Сунтарском, 4 в Вилюйском, по 3 в Намском, Мирненгринском, Уссалданском и Чуропчинском, по 2 в Валайховском, Ленском, Нюргинском, Татинском и по 1 в Абыйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегиноконголазском и Хонголазских улусах. Необходимо обратить внимание на то, что все больные находятся либо на амбулаторном лечении, либо на стационарном лечении. Сегодня для нас, к сожалению, необходимо констатировать факт, что увеличилось количество больных детей и, соответственно, принято решение о развертывании дополнительного детского стационара для того, чтобы в полной мере обеспечивать медицинскую помощь по лечению новой коронавирусной инфекции относительно, в том числе, мам с маленькими детьми, так как это требует и дополнительных расходов, и дополнительных ресурсных мощностей. За сутки нашими лабораториями управлениями Роспотребнадзора проведено 1644 исследования на новую коронавирусную инфекцию. И всего за весь период пандемии обработано 1 млн 304 1225 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, необходимо обратить внимание, что у нас в целом поступило 329 555 доз вакцин, и первую вакцинацию прошли 287 781 человек. На настоящий момент использованы вакцины 88% от общего объема вакцины, поступившей в Республику. На сегодня нам бы хотелось обратить внимание, что та ситуация, которая существует в Республике с пожарами, в целом она не может не накладывать, а значит и соответствующие корректировки в работу наших медицинских организаций. Прежде всего мы усилили уже как 10 дней и, соответственно, до этого отрабатывали вопросы с усилением телемедицинских консультаций для тех отдаленных населенных пунктов и, соответственно, где у нас санитарная авиация не может вывести в связи с погодными условиями. Кроме того, поступившая вакцина, которая поступила у нас порядка где-то 10 дней назад, у нас также не может вылететь в ряд районов, в связи с чем принимаются оперативные решения по ее доставке, в связи с чем и, соответственно, в некоторых районах сегодня закончилась вакцина, и мы ждем лишь только ее доставки до поликлинического звена этих районов. Специально для Абыйского и Ленского района при наличии погоды, соответственно, завтра вакцина вам будет доставлена. Кроме того, необходимо обратить внимание, что в республике идет полным ходом диспансеризация тех лиц, которые болели ковидом на протяжении этих полутора лет, и, кроме того, соответствующая реабилитация лиц, которые у нас также переболели ковидом, соответствующие возможности у республики есть в наших медицинских организациях. Кроме того, мы ждем бригаду Министерства здравоохранения Российской Федерации, договоренности по которой определены по работе и по влиянию непосредственно ситуации, связанной с пожаром, на лечение ковида в том числе. В связи с этим будем отрабатывать и дальше соответствующую ситуацию. Еще раз обращаю внимание всех граждан на необходимость вакцинации, и мы уже начнем приступать к периоду ревакцинации. В связи с тем, что в ближайшее время, я думаю, что, исходя из погодных условий, во вторник в среду в республике поступит 50 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которая нам позволит перейти к более массовой вакцинации, вообще перейти к массовой ревакцинации тех, кто уже ковидную вакцину у нас получал. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что сегодня именно вакцина является единственным способом для того, чтобы нормально начать работу в школах, нормально начать работу в детских садах, в наших учреждениях дополнительного образования, а также в спортивных учреждениях. Спасибо.